Согласитесь, всегда лучше совмещать приятное с полезным. Когда речь идет про лечение и профилактику болезней, уж очень не хочется пить противные лекарства. Можно ли заменить их приятным и бодрящим напитком? Сегодня мы расскажем о напитке, который поможет избавиться от паразитов, уничтожит грибок и активизирует отток желчи. Как отток желчи связан с паразитами? Чем может быть полезен кофе? Какие ингредиенты усиливают его свойства? Как желчь гонит паразитов? Хотя принято считать, что уничтожить паразитов можно только с помощью специальных препаратов, естественные процессы нашего организма также участвуют в изгнании непрошенных гостей. Один из таких процессов – отток желчи. Желчь, которая производится в печени и хранится в желчном пузыре, содержит желчные кислоты и другие компоненты, которые оказывают антимикробное и антипаразитарное действие. Когда пища переходит из желудка в кишечник, желчь выделяется в кишечник для помощи в пищеварении и всасывании питательных веществ. При этом паразиты, такие как некоторые виды глистов или паразитические микроорганизмы, могут оказаться в контакте с желчными кислотами и другими компонентами желчи. Желчные кислоты обладают свойством повреждать клеточные мембраны паразитов и вызывать их гибель. Они могут проникать в тело паразитов, повреждать их структуру и нарушать жизненно важные процессы, такие как питание и дыхание. Кроме того, некоторые компоненты желчи, такие как лизофим, иммуноглобулины и другие антимикробные факторы, дополнительно помогают организму бороться с паразитами. Таким образом, отток желчи может содействовать удалению паразитов из организма и предотвращению их размножения и распространения. Чем может быть полезен кофе? Кофе оказывает стимулирующее влияние на сократительную активность желчного пузыря и способствует оттоку желчи. Этот эффект обусловлен содержащимися в кофе кофеином и другими биологически активными веществами. Кофеин способствует выведению желчи в кишечник. Это происходит за счет активации рецепторов бета-адренергической системы и стимуляции сократительной активности гладких мышц желчного пузыря. Кроме того, кофе может увеличить объем желчи за счет стимуляции выработки желчных кислот и пигментов. В результате употребления кофе усиливается перестатика кишечника и ускоряется процесс пищеварения. А еще отток желчи полезен для предотвращения образования желчных камней и снижения риска их образования. Ряд исследований показали, что кофеин обладает антимикробными свойствами и может оказывать ограниченный эффект на рост определенных видов грибков. В частности, он сдерживает рост грибка Candida albicus, который является распространенным патогеном у людей. Кроме того, кофеин может воздействовать на иммунную систему и способствовать улучшению ее функционирования, что в свою очередь помогает организму в сопротивлении грибковой инфекции. Как использовать кофе против паразитов? К несчастью, проблемы со здоровьем случаются у каждого из нас, но знание о профилактике болезней помогает избежать многих неприятных сюрпризов. Мы стараемся рассказывать обо всех аспектах поддержания здоровья. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить наши новые видео. Имея определенные противогрибковые свойства, против паразитов сам кофе бессилен. Но это можно исправить с помощью набора ароматных специй. Для этого в этот напиток нужно добавить немного гвоздики, имбиря, черного перца, корицы, кардамона и кокосового молока. Эта смесь сделает кофе не просто удивительно ароматным и вкусным, но и превратит его в эффективное целебное средство, которое поможет от паразитов, грибка и активизирует отток желчи. Как это работает? Гвоздика содержит эфгенол, ацетат эфгенола и бета-кариофилен, которые обладают антимикробными свойствами, а также подавляют активность многих видов грибков. Имбирь обладает антипаразитарными свойствами и выгоняет паразитов из кишечника, благодаря гингеролу и шогоолу в составе корня этого растения. Черный перец также негативно воздействует на паразитов благодаря веществу под названием пеперин, которая присутствует в этой приправе. Корица не только помогает в борьбе с грибками кандидой и паразитом кишечной лямблии, но еще и улучшает пищеварение и снижает воспаление. Кардамон полезен благодаря свойствам его эфирного масла, а кокосовое масло содержит лауриновую кислоту, которая имеет антимикробные действия и может помочь в борьбе с паразитами в организме. В комплексе все эти приправы аккумулируют антипаразитарный и антигрибковый эффект и кофе с ними становится мощным средством защиты от непрошенных гостей в кишечнике и на коже. А как вы боретесь с грибками и паразитами? Расскажите в комментариях.